ну что дорогие друзья добрый вечер мне очень приятно вас всех видеть и так друзья мои сегодняшний наш вебинар будет посвящен секретам здоровья молодости красоты и долголетия и для тех кто меня может быть не знает давайте познакомимся меня зовут ирина марян мастер позитивного мышления бизнес тренер тренер школы волшебства юлии ворониной так что мы сегодня с вами узнаем на вебинаре так во первых я думаю что вы вернее я обязательно познакомлю вас что влияет на наше здоровье как позитивные мысли могут влиять на наше самочувствие и внешность на что в первую очередь стоит обратить внимание при определенных заболеваниях какие эмоции разрушают наше тело вы узнаете какие мысли и слова мы можем использовать для восстановления здоровья также мы познакомимся с мыслями и словами которые исцеляют что я вообще хотела да освоите упражнения которые отлично помогают сбросить тебя чужим чужое негативное воздействие также мы с вами научимся самостоятельно открывать и очищать энергетические каналы нашего тела и это конечно поможет несомненно оздоровлению всего вашего организма ну и познакомиться с некоторыми техниками для восстановления жизненной энергии и так друзья мои о важности позитивного мышления мы с вами уже говорили достаточно много на прошлом вебинаре очень много говорили но если здесь присутствует у нас новички давайте мы с вами немножко повторим я уверен что все вы уже знаете что все что с нами происходит это результат нашей мысли слов и поступков в том числе и болезни друзья мои открою вам великую тайну никто не заинтересован дорогие мои в том что вы были здоровы богаты и счастливы а значит никто вас в этом не будет поддерживать все что сокращает нас нашу жизнь находится вокруг нас и большей части это навязано рекламой вот раньше помните очень много было очень много было рекламы пива и и дети подростки думали что пиво это хорошо это круто кетчуп майонез плюшечки что нам только не рекламируют и ведь никто не рекламирует фрукты овощи злаки что там бобовые спорт подумайте зачем все это делается для того чтобы вы были друзья мои толстые больные и вялые поэтому дорогие мои наше здоровье наша внешность сохранение молодости на долгие годы это все в наших волшебных ручках и головках смело скажу что позитивное мышление это наш с вами первый шаг на пути к здоровью к молодости красоте в том числе и к долголетию мысли о нашем самочувствии здоровье играют огромную роль на 100 насколько мы себя хорошо чувствуем ведь каждая клеточка нашего тела реагирует на мысли и слова которые мы произносим на эмоции которые мы проявляем если вы заболели попробуйте поискать причины в глубине себя может быть это старые обиды а может быть страхи может быть злость неудовлетворенность излишне критическое отношение может быть к себе часто такое у нас с вами бывает в общем то все вот это является причиной 1 1 причиной болезни избавляясь от них мы можем с вами даже даже не заметить как избавимся от многих и многих заболеваний и так друзья мои давайте всегда помнить что если мысли негативные если мы копим обиды постоянно обижаемся на кого-то это неизбежно в скором времени проявится в болезнях и различных недомоганиях так как каждая негативная мысль она подтачивает наше тело как червячок и как говорит луиза хей мы сами создаем болезни в нашем теле тело как и все остальное жизни отражение наших мыслей и убеждений древние считали что болезнь это разговор бога с человеком а болезнь дается когда человек не любит тебя он поступает неправильно пренебрегает законами мира космоса вселенной законами бога часто мы сами создаем болезни себе болезни а значит только сами можем избавиться от них а затем уже постараться жить правильно что я имею ввиду вот например если болит голова это говорит о чем о том что человек не принимает себя слишком к себе критически относится испытывает страх а уж критически критически то мы все к себе относимся когда мы сопротивляемся переменам что у нас происходит чаще всего появляются проблемы с горлом проблемы с горлом еще могут возникнуть у нас и от ощущения собственно неполноценности когда человек может не может постоять за тебя и вообще надо сказать что больное горло это всегда раздражение если у человека болит печень это говорит о том что много злится копит обиды сердится если сердце болит значит человеку не хватает любви он не может наладить отношения с людьми с теми кто его окружает в семье с друзьями с партнерами по работе тоже касается и мноющей боли это тоже говорит о том что человек жаждет любви желает получить и ощущать ощутить поддержку рядом с собой если болит желудок это говорит о том что человек очень обидчивый нервный часто глотает обиды друзья мои наверняка вы слышали такую фразу слово можно излечить слово можно ранить слово можно убить если наши слова и мысли имеют такую силу и влияние это говорит о том что силой своей мысли мы можем влиять на свое здоровье и на свое самочувствие кто бы вам что не говорил мы сами с вами можно на это все влиять это в наших силах изменить отношение к себе и начать выстраивать свое собственное здоровье а позитивное мышление нам в этом поможет позитивные слова и мысли помогут нам избежать очень многих проблем со здоровьем поэтому друзья мои очень важно помнить что человек должен говорить и думать только о том что он желает привлечь свою жизнь о том что желает получить от этой жизни почему это важно почему нужно следить за своими словами то что мы с вами говорим мы тоже говорили очень много на прошлом вебинаре и если вы говорите о том что вы часто болеете значит будьте готовы к тому что болеть вы будете еще больше если вы говорите что я толстая некрасивая именно такой вас будут видеть окружающие если говорите что не любите допустим осень или зиму потому что это для вас самое неприятное там слякотное может быть время года и что при этой погоде вы себя плохо чувствуете значит друзья мои знаете так оно и будет причем чем чаще вы будете об этом говорить тем больше вселенная мир это будет подтверждать и дело не в том дорогие мои что мир плохой а вселенная вас не любит нет это вы на уровне своего подсознания создали матрицу данных событий о матрице событий мы тоже с вами говорили на прошлом вебинаре который ни одно самое даже самое лучшее лекарство не сможет убрать каким бы дорогим может быть оно не было для того чтобы избавиться от созданных вами негативных программ конечно понадобится какое-то время чтобы научиться по-другому мыслить чтобы настроить себя на позитивную волну научиться слушать свое тело кстати но ведь очень часто общается с нами но практически постоянно шлют нам различные сигналы и со временем если вы будете обращать на это внимание вы конечно научитесь их понимать но прежде всего необходимо перестать злиться на свое тело выражать не дал не удовольствие независимости от причин и еще друзья мои эти негативные мысли эмоции которые эти мысли сопровождают это тоже аффирмации это тоже аффирмации только они другие это аффирмации которые разрушают ваше тело если на прошлом семинаре мы с вами гря аффирмация которая созидают аффирмации которые помогают нам достигать успеха чувствовать себя хорошо добиваться чего-то в жизни уверенными быть в этой жизни то аффирмации которые мы говорим в отношении здоровья они нас разрешают разрешают наше тело а наша с вами цель быть здоровыми молодыми и красивыми поэтому всегда помните каждая клеточка слышит то что вы говорите думаете или чувствуете она воспринимает вашу ненависть каждой к любой части тела если вы хотите улучшить свое здоровье вам необходимо изменить некоторые вещи которые вы не делали может быть делали до сих пор или делать то чего вы не делали до сих пор вот об этом мы с вами будем говорить итак друзья мои если ваше желание стать здоровой молодой красивой настолько велико что вы готовы посвятить этому время тогда вперед нам по пути и первое чего мы с вами начнем это с благодарности мы все с вами помним что благодарность это великая умножительница поэтому скажите прямо сейчас вот сиди за компьютером благодарю тебя господи за все блага которые ты мне даешь и попросите прямо сейчас я прошу улучшить мое здоровье кстати вы можете просить улучшить материальное положение и любовное отношение так вот прямо сейчас я прошу улучшить мое здоровье и подарить мне молодость и красоту проговорите прямо сейчас и каждый день в течение десяти минут закрыв глаза после того как проснулись внушайте себе положительные конструктивные мысли говорите себе и каждая клеточка моего любимого организма оздоравливается очищается и возрождается кровь течет легко и свободно она чистая свежая здоровая мои сосуды эластичные молодые чистые здоровые мозг функционирует прекрасно все органы в превосходном состоянии и работают нормально они здоровые молодые чистые с каждым днем я становлюсь все более здоровой моложе красивее сильнее с каждым днем мне становится все лучше и лучше я молодая я здоровая я прекрасно выгляжу вот друзья мои я повторяю этот настрой то что повторяю то вам предлагаю а вы можете придумать свои слова свой текст главное видеть то что вы произносите проговаривайте настрой каждое утро искренне и результат не заставить себя долго ждать недаром в библии сказано что в начале было слово как и вы наши слова и мысли так и вы и мы сами друзья мои и еще хочу сказать существует такой закон здоровья я себя чувствую и выгляжу так как я о себе думаю дайте себе слово друзья мои каждое утро просыпаясь вы не будете вскакивать сразу с постели а как только открыли глаза начинайте вот закладывать в свое сознание эту новую программу проговорили настрой на здоровье вот которую только что мы сейчас с вами видели и продолжаем дальше закладываем программу на день как говорю я доброе утро день доброе утро жизнь доброе утро мир доброе утро мое небесные друзья ангелы-хранители благодарю вас за все что вы сегодня для меня приготовили сегодня самый прекрасный день моей жизни сегодня выбираю для себя здоровье сегодня выбираю для себя силу Сегодня я выбираю для себя красоту, сегодня я выбираю для себя молодость, сегодня я выбираю для себя долголетие. Что еще мы можем проговорить? Сегодня я внимательно контролирую все, что я думаю и говорю. Я слежу за тем, чтобы из моих уст выходили лишь слова любви, добрые и светлые, вдохновляющие и конструктивные. И еще, друзья мои, дайте себе обещание, что сегодня я отказываюсь кого-либо осуждать, обвинять, в том числе и себя, кстати, рассказывать грустные истории, передавать плохие новости и поддерживать разговоры на эти темы. Так как все это может негативно отразиться на моем здоровье и красоте. Друзья мои, вы можете повторять эти же слова, а можете придумать свои. Главное, чтобы они помогали вам настраивать себя на здоровье, настраивать на красоту, настраивать на молодость, долголетие. Но жизнь такова, к сожалению. В течение дня каждый из нас все-таки может попасть в какие-либо стрессовые ситуации и получить эмоциональную боль, которая, к сожалению, никуда не уходит. Она надолго остается в клеточках нашего тела, а это в свою очередь порождает проблемы со здоровьем. Да и, в принципе, в отношениях с людьми, с теми, кто вас окружает, с окружающим миром, кстати, тоже. Особенно, особенно разрешительные эмоции, друзья мои, это эмоции гнева и злости. Именно эти эмоции моментально запускают опасные негативные процессы в нашем организме. И если человек со злостью о ком-то думает, это отражается на нем же. Даже современные медики уже пришли к выводу, что многие наши физические болезни возникают из-за негативных мыслей и эмоций. Так вот, друзья мои, чтобы не допускать этого и быть здоровыми, вечером необходимо очиститься от той боли, которая осталась записана в вашем теле. Для этого существует очень много способов, способов и множество специальных упражнений. Например, что мы с вами можем сделать? Если в течение дня у вас произошла какая-то ссора, может быть, какой-то неприятный разговор и так далее, вечером мы можем с вами написать на листочке бумаги все, что вас беспокоит, все, что волнует, а затем этот листочек сжечь. Если с первого раза не получилось избавиться от негативных эмоций, проделайте это еще несколько раз. Это можно делать до тех пор, пока заряд отрицательной энергии не будет полностью нейтрализован. А затем перепишите эту ситуацию только в позитивном ключе. Мы с вами на прошлом вебинаре говорили, как переписывать можно историю, как переписывать можно ситуацию. Так вот, то есть, можно делать и в отношении нашего здоровья. Мы тоже можем переписывать ситуацию для того, чтобы добавить себе здоровья, чтобы избавиться от этих негативных эмоций. Так вы, во-первых, снимете эмоциональную боль. Во-вторых, у вас освободится место в душе, я бы так сказала. Появится внутреннее пространство для новых положительных мыслей и эмоций. Проделывайте упражнения вечером, утром. Утром вы проснетесь в хорошем состоянии и опять запустите позитивную программу дня. Вот это очень важно. То есть, что мы с вами можем сделать? Давайте повторим. Во-первых, мы с вами утром не вскакиваем с постели, повторяем настрой. Даем себе обещание ни с кем сегодня не спорить и не поддерживать никакие негативные мысли. Вечером мы с вами приходим и проделываем вот это упражнение. Если в течение дня что-то произошло. Дальше, друзья мои, кроме эмоций, гнева и разрушений, больше всего энергии нас забирают, как ни странно, негативные воспоминания и обиды. Бывает, что человека обидели в детстве, а он помнит это всю свою сознательную жизнь. И может быть, вам приходилось встречаться с такими людьми. Вот мне в частности приходилось. То есть, встречаешься с человеком или просто разговариваешь с кем-то, вот начинают вспоминать, что было, меня там сказали, а вот мне обидели и так далее. Так вот, в том случае, если все-таки сразу забыть не удается эту обиду, и воспоминания периодически к вам приходят, не надо, друзья, с ними бороться. Не надо подавлять их, а тем более игнорировать. Просто наблюдайте за ними без эмоций. Да, это было и прошло. Да, это уже в прошлом. Этот лист в вашей жизни, он уже перевернут. Скажите такую мысль, я отпускаю тебя. У тебя больше нет власти надо мной. Друзья мои, законы мира, законы энергии таковы, что каждый день нам мир, Вселенная выделяет определенное количество энергии. И выделяет она только на сегодня. А погружаясь в воспоминания, да еще и негативные, мы часть этой энергии отсылаем с вами в прошлое. Чем больше воспоминаний, чем ярче в этот момент эмоций, тем больше энергии они у нас отнимают. Проходит день, и оказывается, что сделано в течение дня, очень мало дел, но устали. А почему? Потому что энергию отправили в прошлое, и на сегодня нам ее не хватило. Так вот, чтобы избавиться от неприятных негативных воспоминаний, стоит проделать такое упражнение. Нарисуйте себе схемочку. На листочке бумаги просто проведите прямую линию. Это будет линией вашей жизни. С детства и по сей день. Отметьте на ней все периоды, когда с вами случалось что-то неприятное. И в этом месте нарисуйте либо цветочки, либо что-то другое, что у вас ассоциируется со светом, с добром, с любовью. Можете даже блесточками украсить, сердечками. И представьте, как энергия любви наполняет эти периоды вашей жизни. Если один-два раза вы сделаете это искренне, то обычно негативные мысли уходят. Итак, друзья мои, чтобы сохранить свое здоровье, крайне важно не попасть в зависимость от воспоминаний. А что еще нам может сохранить здоровье? А вот что, друзья мои. Знакома ли вам такая ситуация? Приходит выходной день. Вам нужно убирать квартиру. Вы это понимаете, но никак не можете начать это делать. Находится множество причин, отговорок, чтобы хоть чуть-чуть отодвинуть этот процесс. Потом вы все-таки приступаете к уборке, но делаете все медленно. Сами не понимая, почему. И к вечеру, наконец-то, уборка закончена. Вашей усталости нет конца. Знакома такая ситуация, дорогие мои? Ну, я думаю, что знакома такая ситуация. А теперь другая ситуация. Да, молодцы. Все, вижу, плюсики пошли. Знакома? Конечно, друзья мои, конечно, знакомы. А теперь другая ситуация. А еще после этого, теперь... Да, Марина, бывает. А теперь вторая ситуация. Муж приходит домой. После работы, в пятницу, например, и говорит. Я завтра на обед шефа с супругой пригласил. От того, как мы его примем, будет зависеть мое повышение по службе. Что в этом случае делаете вы? За два часа со скоростью ракеты мы берем ту же трехкомнатную квартиру. Да еще что-нибудь на завтра приготовим. При этом скажем, надо же. Так много сделала и даже не заметила, как время пролетело. Знакома? Знакома, уже вижу плюсики. А почему это произошло, друзья мои? У нас было непреодолимое желание. Желание всему голова, друзья мои. На каждое наше желание нам дается определенное количество энергии. Есть желание – есть энергия. Нет желания – нет энергии. Вот что происходит. Это то, к чему я говорила, что нам на каждый день выдается определенное количество энергии. Вот почему важно писать цели. Чтобы вам Вселенная выдала энергию на исполнение этих целей. Или достижение этих целей. Так вот, рассуждаем дальше мы с вами. Если, друзья мои, мы с вами что-то делаем без желания, через слово «надо». То есть, в первом случае нам нужно было просто делать уборку, и мы это делали, потому что надо. Во втором случае, то, что мы сейчас с вами разобрали, муж пришел, и мы понимаем, что нужно встретить, поскольку повышение по службе – это и увеличение зарплаты мужа. Ну, то есть, мы быстренько все сделаем, потому что есть желание. Но иногда желания нет, и мы делаем с вами через слово «надо». Так вот, друзья мои, слово «надо» отнимает у нас энергию и здоровье. Потому что в нашем первом примере, выполняя уборку без желания, мы устали. Да, с уборкой справились, но остались уставшие и обессиленные. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, возбуждайте желание. Перед любым важным делом, находите позитивный момент от его выполнения, поощряйте себя чем-нибудь. Вот я сейчас это сделаю, и продолжите. Например, успею в спа-салон сойти, в парикмахерскую, может быть, там, к подруге забежать. Да, друзья мои, кстати, что хочу сказать. То же самое касается наших детей, это очень важно. То же касается наших детей. Когда мы их заставляем делать что-то не по их, а по нашему желанию. Они выполняют работу, ну, это может быть любая работа по дому. Потому что надо, мама велела. А у них своего желания делать это нет. И в этом случае у них тоже на эту работу отнимается энергия здоровья. А через пару дней ребенок вдруг сваливается с температуры, а мы недоумеваем. Ведь все хорошо было, был абсолютно здоров, и ни с того ни с сего вдруг температура. Дорогие мои, а это как раз и есть чего. Да, слово надо, не надо, это все правильно, да, если написать это. Да, не надо. Нет, слово не пишем, конечно, нет. Нет, нет, не пишем. А через, да, а это как раз и есть чего, то, что я сказала. Поэтому очень важно, чтобы любую работу, и мы, и ребенок выполняли желанием. Придумывайте поощрение и для своего ребенка. Это может быть просто похвала. Ты у меня лучший, ты все быстро делаешь, ты молодец, ты умничка. Или в субботу пойдешь на каток, там пойдешь с друзьями на дискотеку и так далее. Понимаете? Берегите здоровье свое и здоровье своих детей. Следующий момент. Все мы знаем, как важны для нашего здоровья физические упражнения. Об этом даже, ну, казалось бы, не стоит и говорить. Но тем не менее. Посвящайте этому 15-20 минут времени, и вскоре вы заметите, с какой благодарностью ваше тело ответит вам. И хорошим самочувствием, и хорошим настроением. Это простая и известная всем истина. Но мало кому известно. А если известно, то далеко не все это делают. Мы можем разнообразить унылое повторение упражнений. Каким образом? Выполняя зарядку, просто повторяйте здоровье, энергия, сила, молодость, красота, долголетие. И дальше, какие слова вы сами себе можете придумать. Эти слова вы можете твердить каждый день, в любое время. Как мантру, как молитву. Вспомнили, говорите. Зарядку делайте, говорите. Уборку делайте, говорите. Вы неоценимым упор за себя окажете. Вы можете повторять следующий настрой. Как во время зарядки, так и в любое тоже удобное для вас время. Можете распечатать, можете медитировать, повторяйте слова. Можете записать на диктофон и, включив приятную музыку, слушать этот настрой. Звучит он так. Каждая клеточка моего тела откликается на каждую мою мысль. И каждое произведенное мною слово, и каждое произведенное мною слово. Мои мысли всегда позитивны. Я понимаю, что путь к здоровью – это духовная работа, принятие и прощение, любовь и благодарность. Это то, что ведут меня к полному исцелению. Я исцеляюсь. Мне становится все лучше и лучше с каждым днем. Я чувствую себя великолепно. Я абсолютно здорова. Сегодня я принимаю решение чувствовать себя хорошо отныне и навсегда. Мое тело и сознание помогают мне. Я чувствую, как все мои органы системы работают слаженно и гармонично. Я чувствую, как энергия и сила Земли поднимается из стоп и огромным потоком вливается в мое тело. Оздоравливают все мои органы системы. Мою гормональную систему, иммунную, нервную, лимфатическую. Оздоравливают весь мой организм, все мое тело. Я люблю себя. Я люблю свое тело. И оно благодарно отвечает мне абсолютным здоровьем. Я чувствую, как мое тело наполняется свежей, молодой, мощной, позитивной энергией. Я источник энергии. Я излучаю энергию. Я есть свет. Я есть сила. Я есть любовь. Повторяйте вот этот настрой. Можете то же самое скажу. Можете то, что говорю я. Можете что-то добавить, что-то убрать, что-то поменять. Пожалуйста. Но главное, чтобы это было в системе. Главное, чтобы вы говорили. И говорили это вполне искренне. И в конце обязательно скажите. Да будет так. Очень полезно и всем хорошо известно. Для здоровья и эмоционального настроя желательно принимать душ. Утром прохладный, а вечером теплый. При этом, дорогие мои, можно говорить. Куда вода, туда и беда. Что сон, болезнь, неприятности. То есть все, от чего вы хотите избавиться. В течение дня все, что у вас негативного произошло. И вечером принимают душ. Вы это все проговариваете. Куда вода, туда и... И вот все, от чего вы хотите избавиться. Работает, друзья мои. Поверьте мне. Работает. При этом, важно представлять, что с водой от вас уходят все неприятности. И, конечно же, вы помните, что у нас в арсенале волшебников есть замечательные аффирмации, которые тоже обладают большой силой. И мы с вами очень много говорили, тоже на прошлом вебинаре об этом. Не помогать они могут только в одном случае. Просто вспомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. Если эти волшебные слова, эти аффирмации, вы произносите от случая к случаю. Либо на автомате, не задумываясь над смыслом и не вкладывая в сказы на свои чувства и эмоции. Понимаете, друзья мои? Вот просто я знаю, что там остался такой вопрос про аффирмации. На самом деле так. Ведь некоторые говорят, я повторяю аффирмации, говорю, говорю, говорю. Друзья мои, сколько мы с вами слов говорим за один день? Сколько мы слов говорим? И какие они бывают разные? И вы представьте, если бы сразу эти слова у нас моментально сбывались, все бы получалось так, как мы сказали только что. Вы представляете, что было бы в жизни? Но когда мы начинаем говорить одно и то же, одно и то же, постоянно, причем не просто говорить на автомате, а вкладывая энергию и эмоции, потому что когда задействованы эмоции, вы начинаете излучать такие вибрации, которые будут притягивать соответствующие к вам. Поэтому очень важно в аффирмации вкладывать эмоции. Куда вода, туда и сон. Вы знаете, если вы что-то сон увидели какой-то плохой, конечно, мы говорим об этом с вами утром, нестомненно, Екатерина. Если мы с вами принимаем вечером душ, пришли вот после работы, начинаем принимать душ, и все, что у нас с вами плохое случилось, мы можем проговорить это вечером. Понимаете? То есть, пожалуйста, здесь задействована вода. И все, чего вы хотите избавиться, пожалуйста, вы можете говорить. Как избавиться от выражения своей речи «нифига себе!» Алена, да, да. Вот мы тоже на прошлом вебинаре говорили, да, нифига себе, это еще похлеще, чем «ничего себе». То есть, если мы об этом говорим, самое главное, чтобы вы это поняли, дорогая моя Алена, что этим самым вы вредите только себе. Понимаете? Вот только себе. И когда вы это поймете, вы перестанете это говорить. Потому что если мы говорим «ничего себе», представляете, это значит, мы заявляем Вселенной, мы заявляем миру, что нам-то ничего не надо. Ничего себе, ничего себе не надо. Понимаете? Мы хотим с вами что-то получить. Получить утром проговорили аффирмацию, а целый день мы 305 раз с вами сказали «ничего себе». И что? Конечно, аффирмация не сработает, потому что вот эта негативная энергия, она просто перевесит позитивную энергию аффирмации. Поэтому вот когда вы это поймете, друзья мои, Алена в частности, вы перестанете, вы просто перестанете это говорить. Так, друзья мои, если... Я сказала, что в одном случае могут не срабатывать аффирмации. Так вот, если мы с вами вернемся к началу нашего разговора и вспомним то, что мы с вами говорили, вот болит голова, допустим, это говорит, а то, что человек не принимает себя, слишком критически к себе относится. Как только вы поймали себя вот на этой негативной мысли, «Ох, я такая, ох, у меня ничего не получается, я там ничего не могу, я некрасивая, я там тост и так далее», заменяйте сразу тут же позитивными аффирмациями. «Я смотрю на себя, например, глазами полными людьми, я смело смотрю вперед, я радуюсь жизни, я люблю себя, я ценю себя». Повторяйте. Печень болит. Значит, человек, мы говорили, что копит обиды, сердится. «Прощается себя», значит, «я прощаю себя, я прощаю жизнь, я люблю и ценю себя». Сердце, какие там аффирмации можно? Моё сердце бьётся, допустим, в ритме любви. «Мир любит меня», «У меня прекрасные отношения со всеми, кто меня окружает». Этих аффирмаций очень много в интернете, вы, друзья мои, всё это сможете найти. Если, вот, допустим, ноющая боль, где-то там я видела, пробежала в чате, человек постоянно чувствует вину, а вина ей всегда ищет наказание, как мы с вами сказали, значит, то мы можем говорить. «Я свободна от зла на прошлое». Допустим, я отпускаю прошлое и отказываюсь от него. В моём там сердце живёт доброта, я полна любви, я полна доброты. И так далее. Желудок, мы там ещё с вами говорили, значит, я легко перевариваю жизнь, я отпускаю свои обиды и так далее. Что ещё очень важно нам с вами говорить? Если человек стал падать в обморок, какая аффирмация поможет? Друзья мои, человек падает в обморок, во-первых, я вам хочу сразу сказать, что это нужно обратиться к врачу, причём, чем быстрее, тем лучше. Это во-первых. Во-вторых, все рекомендации врача я настоятельно рекомендую выполнять. А в следующей, если с точки зрения вот опять нашей позиции смотреть на эту ситуацию, что-то человек не хочет видеть, с чем-то, может быть, человек не согласен, от чего-то он хочет отключиться, от чего-то он хочет уйти. То есть ищите вот в этом направлении аффирмации в интернете. Например, «Я принимаю эту жизнь, мне нравится жить, я люблю жить, моя жизнь прекрасна, моё будущее великолепно». Понимаете, чтобы вот эти вот страхи, вот эти вот блоки, чтобы их можно было убирать. Но здесь уже достаточно серьёзная проблема, и понятно, что эти обмороки, аффирмации мы с вами одними не сможем, потому что это всё-таки не лекарство, но помощь конкретную они, конечно, оказать смогут. Так, следующий момент, друзья мои, о чём мы с вами можем поговорить. Очень важно, каждое утро, ещё раз хочу сказать, да даже не утро, вот, очень важно говорить, что «Я желаю всем божественного здоровья, обязательно желайте всем здоровья». Вы помните закон притяжения, мы с вами тоже говорили на прошлом нашем вебинаре. «Я желаю всем божественного здоровья, я желаю всем божественной красоты, божественной любви, или я желаю всем счастья, пусть все будут здоровы». При этом ещё очень важно, друзья мои, представлять, как энергия любви, здоровья, блаженства пропитывает каждую клеточку вашего тела. И от вас уже к другим идёт вот эта светлая энергия. И в первую очередь направьте её к вашим обидчикам. Это очень очищает сознание, друзья мои. Помните закон притяжения, вот то, что я уже сказала, что «Отдаю, то и получаю, что желаю другим, то ко мне и возвращается». Вы можете использовать аффирмации каждый раз, когда у вас есть хоть минутка свободного времени. Повторяйте почаще, «Я есть на проявлении божественного здоровья, с каждым днём моё здоровье улучшается». Ну, понимаете, это вот такие вот элементарные аффирмации. Я не буду просто тратить на них сегодня время, потому что вы всё это сможете найти в интернете. Ну, вот повторю уже, я полностью принимаю себя, то, что вот сейчас мне приходит. «Я посылаю любовь своему телу, я доверяюсь своему телу, я люблю себя такой, какая я есть, я здорова, я молода, я прекрасна». Выберите те, которые вам близки. «Остеохондроз шеи и не грудной». Друзья мои, это не хватает гибкости просто. Это не хватает гибкости в этой жизни. Понимаете? То есть вот тоже в этом направлении посмотрите аффирмации, поищите. То есть это не хватает гибкости по жизни. Поэтому тоже какие-то соответствующие аффирмации, которые могут, например, «Я с радостью принимаю жизнь во всех её проявлениях». Вот аффирмацию можно говорить. Потому что здесь этой аффирмацией вы подтверждаете, что вы находите какие-то, обходите вернее вот эти вот острые углы, которые, может быть, в вашей жизни попадаются, а вы, ну, есть такие люди, знаете, вот про них прямо идёт напролом. То есть не хватает гибкости. Вот я о чём говорю. Поэтому вот в этом направлении, конечно, вам нужно, Алёна, посмотреть. Так, следующий момент. Следующий момент. Друзья мои, что я хочу сделать? Я хочу вам открыть ещё один секрет. Причём волшебный секрет. Мы ещё можем с вами использовать один замечательный способ, как улучшить своё здоровье. Мы можем разговаривать с клеточками своего тела. Это очень просто. Вы можете просто обратиться к ним и поговорить. Вы можете сказать им примерно так. Клеточки моего организма, моего тела, моих органов и систем. Отныне мы создаём здоровое, молодое, энергичное тело, которое радует меня здоровьем, силой, красотой и молодостью. Мой организм, моё тело приносит мне только радость. Мы часто обижаемся на своё тело. Но помните, нам Юля говорила, что мы сами при рождении выбрали себе такое тело. Поэтому раз мы его выбрали, можем ли мы на него обижаться? Поэтому мой организм, моё тело приносит мне только радость. Поверьте мне, ваш организм откликнется на всё это. Каждая ваша клеточка откликнется на все ваши вот эти добрые слова и добрые мысли. Вы можете обратиться своими словами. Либо добавить свои слова к этому тексту, для того, чтобы внести тот смысл, который нужен именно вам. Многие целители тоже советуют разговаривать не только с клеточками, но даже со своими внутренними органами, чтобы они лучше себя чувствовали. Они говорят, что с желудком надо разговаривать очень деловито. На печень, если она шалит, можно даже прикликнуть. Она это стерпит. А вот сердцем надо беседовать очень нежно и ласково. То же касается поджелудочной. Поджелудочная – это радость. Если нам не хватает радости, добавляется радости в свою жизнь. Вы можете использовать этот приём, если вам по душе вот такой, собственно говоря, подход к своему телу. Даже перед тем, как сесть на диету или просто изменить привычный рацион питания. Вы просто можете договориться со своими клеточками, со своим организмом и попросить, чтобы он старался вам помогать, потому что все усилия пойдут ему на пользу. Поверьте, друзья мои, это всё достаточно серьёзно и проверено. Если вы будете осознанно направлять силу своего сознания в своё тело, вы обязательно увидите результат. А через некоторое время эти изменения заметят и окружающие. Поверьте, дорогие мои, и так оно и будет. Репродуктивная система любит, чтобы с ней общались. Люся, у нас любой орган, любая система любит, когда к ней обращаются. Когда к ней обращаются, когда ей говорят ласковые слова, когда хвалят. Понимаете, это же ваш храм, это ваши органы, это ваше здоровье, это ваше тело. Поговорите, расскажите, как вы любите, договоритесь, что вы будете делать для него всё, чтобы ваш организм был здоров. Вы знаете, друзья мои, что, вот я сейчас что вспомнила, вы можете даже перед сном можно это делать, да, либо рано утром, вот когда вы в таком ещё состоянии, ещё пока не захватил вас день, вы можете обратиться к своему телу и спросить, что он хочет, либо что он не хочет. И многие говорят, что они понимают, что им говорит, отвечает их тело. То есть вам придёт какая-то мысль, вы знаете, одна мне рассказывала, что очень люблю сало, но когда говорит, я сделала запрос своему телу, он мне как раз выдал, пришла такая мысль, что сало мне есть нельзя, что моему организму не хочется этого сала. И я, говорит, перестала, я так и делаю, но я перестала, со временем, говорит, я привыкла, я уже обхожусь без него, но как я себя стала классно при этом чувствовать, понимаете, друзья мои? Так что пробуйте, пожалуйста, обращайтесь, говорите, слушайте своё тело, оно всегда вам подскажет. Так, как мама поможет 19-летней дочери, чтобы она избавилась от агрессии, раздражительности, ярости, нетерпимости и бесчувственности? Вот, друзья мои, любовью, вот только любовью, откуда агрессия? Ребёнку не хватает любви, вот неважно. Понимаете, человеку может быть и 50 лет, и 60 лет, но если при этом у него есть мама, и в 60 лет, поверьте мне, хочется от своих родителей, от своей мамы слышать слова любви, чувствовать, что тебя любят, чувствовать, что ты нужна. Ведь немножко возвращаясь я опять к прошлому вебинару, наверное, Алёны, может быть, там не было, но, возможно, это кому-то будет ещё интересно. Понимаете, мы с вами жертвы жертв, то, что я говорила. Наших родителей не учили вот этой открытости, вот этой любви, проявлять какие-то свои чувства, заботу, нужно было работать, зарабатывать деньги, кормить семью. И многие, вот наше поколение, в частности, оно выросло, не чувствуя вот этой вот материнской любви, что ли, родительской любви, в избытке. и порой нам этого не хватало, потому что наши родители, вот я по своей маме помню, в 12 часов, там, в 18 часов на работе, да прибежит домой, ещё что-то поделать надо. И, конечно, не хватало любви. Так вот, 19 лет, почему ребёнок-то агрессивный, почему раздражительность, почему ярость, нетерпимость, бесчувственность, потому что в детстве она не получила как раз вот этих эмоций, она не получила любви, она не получила забот, она не понимает, что она любимый ребёнок для матери. А ведь такого не бывает, что ребёнок нелюбимый. Ну, просто девочка этого не чувствует. Девочка, ну, что, что ей 19 лет. Понимаете, друзья мои? Только так, поговорите, скажите, я себя люблю, ты понимаешь, ты у меня лучшая. Давай поговорим. Вот я этого не могла раньше сделать, потому что я этого не знала, меня этому никто не учил. Давай будем друг другу помогать. Только так, друзья мои, только любовью. Любовью очень много, что-то лечится. Вот, Алёна, я задаю только своей любовью. Да, вот тут уже пишут. И вашим терпением, совершенно верно. Не злитесь сами. Отличненько. Спасибо за помощь. Это мне Лилия тут ответила для Алёны. Спасибо, Лилия. Всё прекрасно, всё замечательно. Отлично. Итак, дальше мы с вами, друзья мои, двигаемся. Так, каждый день мы общаемся с разными людьми, друзья мои. Иногда нам это бывает приятно, потому что перед нами человек светлый, доброжелательный. И мы чувствуем, что после общения с таким человеком у нас остаётся прекрасное чувство. Это может быть радость, удовлетворение, спокойствие, может быть, и флория даже какая-то такая вот появляется. А бывает и по-другому, совершенно по-другому. Мы можем испытывать усталость, тяжесть, головную боль, например, ну и, собственно говоря, прочие неприятности. И сегодня я поделюсь с вами чудесными упражнениями, которые помогут вам нейтрализовать вот это негативное воздействие на других людей и укрепить своё здоровье. Если вы будете выполнять эти упражнения регулярно, вы сразу почувствуете прилив сил. Почувствуете, как ваше тело насыщается благотворной энергией. Вы станете более здоровым, а ваше тело более крепким и сильным. При этом, друзья мои, есть одно очень важное условие. Это визуализация. Вы должны чётко представлять себе то, что с вами происходит в момент выполнения этого упражнения. Итак, оно для тех, кто хочет сбросить в себя чужое негативное воздействие. Выполнение этого упражнения нам поможет и очистить, и восстановить наше энергетическое поле. Что для этого нужно? Вы можете выполнять тоже, забегая пьёт, скажу, что вы можете выполнять это упражнение и вечером, после рабочего дня, и в тот момент, когда у вас что-то там, допустим, сразу же произошло. Что для этого нужно? Встаньте прямо, колени чуть-чуть согните, руки расслабьте. Вы можете прямо вот сейчас проделать, встаньте из-за компьютера, рядышком с компьютером, встаньте со стула и давайте проделаем. Колени чуть-чуть согните, руки расслабьте. Теперь очень быстро, ритмично, но не очень сильно, не до боли. Начинайте скучать пятками о пол. При этом все ваше тело должно трястись. Прямо сотрясаться. Старайтесь очень энергично трясти кистями рук, например, и представляйте, как вы сбрасываете из себя чужую, негативную, ненужную энергию. А теперь, друзья мои, закройте глаза и представляйте, что с вас, начиная с макушки головы, сползает темная, грязная, негативная масса. Вы продолжаете упражнение, вы продолжаете эту тряску и представляете, как эта энергия сползает с макушки головы и спускается вниз по ногам. Это ненужная вам энергия, которую вы подсыпили и от которой вам срочно, ну просто необходимо избавиться. Представляете, как эта энергия соскальзывает с ног и уходит в землю. Получилось, те, кто сделали. Первое время посвящаете этому упражнению 2-3 минуты. Постепенно время занятий можно увеличить до 10 минут. Кстати, это упражнение может служить вам даже своеобразной скорой помощью после общения с недоброжелательными людьми, после неприятного для вас контакта, вот то, что я уже сказала, постарайтесь просто выбрать 2-3 минуты времени, уединитесь и проделайте это упражнение. И вам тут же станет легче. Получилось, отлично, Людмила, получилось, прекрасно, получилось, отлично. Ну, друзья мои, Аленочка, это я говорю 10 минут, вы смотрите в штамп по ситуации, потому что вам будет легче, вы почувствуете облегчение, насколько там сложная была ситуация, насколько там тяжелое, может быть, я не знаю, негативное воздействие на вас было. Поэтому 10 минут я сказала, вы там смотрите, ну, может, это 5, может, за 2 минуты у вас произойдет, потому что вам и 15 минут потребуется для того, чтобы почувствовать облегчение. Так, это до наклона вниз мы дойдем. Итак, вот сделали вы такое упражнение. Это у нас с вами было упражнение на очищение. Второе упражнение у нас с вами мы проделаем на полное очищение. И вот здесь второе упражнение, когда человек согнут. Так вот, опять же, примите тоже исходное положение, встаньте прямо, а теперь медленно и осторожненько наклоняйтесь вперед. Постарайтесь руками дотянуться до пальчиков ног. Почему медленно, почему осторожно? Потому что, чтобы в момент наклона вы почувствовали, как сгибается ваш позвоночник. Позвонок за позвонком. Прислушайтесь к этим ощущениям. Но, внимание, друзья, вот если вдруг появилась боль, пожалуйста, остановитесь. Остановитесь в комфортном для вас положении. Ну, положении или наклоне. Может быть, у кого-то из вас получится даже коснуться пальчиками рук пола. Это будет замечательно. Но не напрягайтесь, еще раз говорю, не напрягайтесь. Со временем получится. Если у вас не получится это сделать сразу, с первого раза, опять же, остановитесь в комфортном для вас наклоном положении. А теперь представляйте, что из ваших рук, как тоненькие струйки воды, стекают остатки негативной энергии. И постепенно вода становится все чище и прозрачнее. Побудьте некоторое время в этом положении. Но, конечно, не допускайте дискомфорта, чтобы это вам доставляло дискомфорт. Почувствовали, как водичка становится чистой, что энергия чистая уже пошла. И затем медленно, плавненько выпрямитесь. Сделайте спокойный, неглубокий вдох и выдох. Ноги, ну, делайте опять, как вам комфортно, Алена. Ноги можно вместе, но это сложнее будет вам наклониться. Можете чуть-чуть раздвинуть ножки. Как удобно вам, пожалуйста. Не на ширине плеч, но, если вы чуть-чуть раздвинете, то ничего здесь такого страшного не будет. Так, следующий момент. Следующий момент. С упражнением мы с вами уже разобрались. Следующий момент. Чтоб здоровье наше было великолепно, энергии должны свободно двигаться через наше тело. Когда появляются какие-то блоки, появляются недомогания, которые потом переходят в болезнь. Но, друзья мои, большая радость для нас с вами. Мы самостоятельно можем очищать и раскрывать энергетические каналы нашего тела, что значительно поможет оздоравливать весь организм и поможет нам с вами в этом следующее упражнение. Можно, конечно, делать сиденье, но будет лучше, если все-таки вы будете делать стоя. Опять, нужно так же. Можно встать прямо, ноги раздвинуть немножечко на уровне плеч, колени чуть-чуть согнуты, чтобы можно поставить параллельно друг к другу. Руки поднимаем на уровне груди, разворачиваем ладонями вниз, дальше мягко и округло сгибаем указательный средний палец правой руки, повторяйте упражнение, то, что я сейчас говорю, и начинаем слегка сжимая, поотередно проводить пальчиками правой руки вдоль боковых поверхностей пальцев левой. То есть, как бы, понимаете, вот мы указательным и средним пальчиком снимаем как бы колпачки со своих пальчиков с левой руки. Представляете, что вы снимаете вот эти невидимые колпачки. Необходимо каждый пальчик очищать по три раза, от основания до кончика. Слегун, да, замечательно, Светлана, конечно. Так, получается, если кто-то пробует проделать сейчас. Проделали, затем проделаем тоже самое левой рукой. Опять согнули указательный средний пальчик левой руки и точно так же очищаем пальчик и правой руки. Каждый пальчик очищаем по три раза. Каждый пальчик по три раза. Вот вот так вдоль боковых поверхностей проводим, очищаем свои энергетические каналы. Таким же образом, друзья мои, очищаются каналы на пальчиках ног. Но если у вас нет такой возможности, допустим, руками воздействовать на пальчики ног, вполне можно провести мысленно открытие каналов. Закройте глазки и проделайте это мысленно. И просто четко представляйте, как после очищения каналов из пальчиков ног идет яркое такое сияние. Визуализируйте, представляйте, что застоявшаяся энергия уходит из вашего тела. А кончики пальцев рук и ног устремляется новая свежая энергия оздоравливает весь ваш организм. Это все очень легко, все просто, но помощь вы себе просто колоссальную окажете. Друзья мои, сколько раз в день делать пальчики? Ну, вот утром встали, сделали, вечером пришли, сделали. Чувствуете что-то не то, чувствуете какой-то дискомфорт? Проделайте. Значит, где-то блок появился. Проделайте. Поговорили с кем-то все раз, зажался где-то у вас организм, поругались, неприятный разговор с начальником, зажался ваш организм. Ну, уединились, проделали, прочистили вот эти блоки, очистили каналы, чтобы энергия свободно двигалась по вашему телу. Все отлично, все будет хорошо. То есть, сколько раз делать в день, нет конкретной рекомендации. Опять же, смотрите, по самочувствию, по состоянию, главное с вами, чтобы не было блоков, не было застоев этой негативной энергии, потому что именно эта негативная энергия влияет на наше с вами здоровье и именно от этого неприятности всякие со здоровьем появляются. Следующий момент. Кстати, друзья мои, есть довольно простой знаковарский способ определить наличие блокировки энергии на руках. Это можно сделать при помощи спички, например. Упражнение тоже достаточно простое. Для этого просто можно взять стакан воды, зажечь спичку от пламени свечи и держите ее левой рукой до полного ее прогорания. Чтобы не обжечь пальчики, вы можете просто спичку перехватить за уже сгоревший конец. Дайте ей прогореть полностью, а затем бросьте стакан с водой. Кстати, вы знаете, для того, чтобы сохранить свое здоровье и не обжечь в пальчике, в целях безопасности спичку можете зажечь и в два этапа. Это не принципиально. То есть, если у вас не получается перехватывать, если не получается перехватить спичку, то можете просто в два этапа. Подержали за один конец, затушили, сняли за другой, зажгли снова второй конец, затушили. подождали, пока прогорит. Так вот, если блокировки нет, то спичка будет плавать на поверхности воды. А если есть блокировка энергии на руках, то спичка косо уйдет на дно. Проделайте то же самое и правой рукой. То есть, и той, и другой рукой пожалуйста проделайте. Нет, лучше рукой, потому что мы с вами энергию свою проверяем. Лучше рукой. Лучше рукой. Вот я говорю, сколько есть возможностей, подержали, все, потухла спичка, взяли за другой конец, снова подожгли. То есть, это можно проделать той, и другой рукой. Правой, левой рукой. Каким еще способом можно самостоятельно снять блокировку энергии? Угу. Так. Повторите, пожалуйста, результат про спичку. Берем спичку, зажигаем, держим одной рукой. Спичка прогорела, до половины прогорела, перехватываем спичку, ждем, когда загорит полностью и бросаем в стакан с водой. Если блокировки нет, то спичка будет плавать на поверхности воды. А если блокировка есть, блокировка энергии на руках, то спичка уйдет на дно. Так. Следующий. Каким способом еще можно самостоятельно снять блокировку энергии? Например, при помощи свечи. Как мы это с вами можем делать? Обведите нечетное количество раз горящей свечой вокруг запястьев обеих рук. Сначала вокруг одной руки, потом вокруг запястья другой руки. Далее по контуру ладони, то есть вот ладошку раздвинули пальчики, и начинаем по контуру ладони обводить вот этой вот горящей свечой. Ну, так что пальцы не обжечь, тоже, друзья мои, без фанатизма все делаем, конечно. Так, и затем, также нечетное количество раз вокруг кончика каждого пальчика. Сначала левой руки, потом правой. И еще есть один очень доступный способ определить, есть ли у вас блокировка энергии. А заодно, друзья мои, таким образом, мы еще с вами можем почистить и поле свое от энергетического мусора. А это с помощью куриного яйца. Может быть, вы это знаете, но давайте, если кто знает, вспомните, если кто не знает, я расскажу. Возьмите свежее куриное яйцо и осторожно разбейте в баночку с водой. Банку можно в стакан, но лучше в банку. При этом важно желток не повредить. В идеале, это действие лучше проводить вечером, перед сном. Затем осторожно поднесите к макушке головы, к темени, и далее, подпередно поднесите к выходам их чакр по переднему каналу. Сначала подносим колбу, то есть к кемени, к колбу, к горлу, далее к груди, к животу, к лобку и опускаем чуть ниже к копчику. Почему я сказала лучше перед сном? Потому что после этого вы можете поставить яйцо на ночь на тумбочку из головы кровати. вы будете спать, а яйцо продолжит свою работу. Друзья мои, утром вы увидите, как яйцо отреагировало на негативную энергетику, изменив свой вид. Оно может потемнеть, в нем могут появиться темные сгустки, какие-то непонятные шарики, жгутики и прочее, прочее, прочее. Это яйцо вытянуло из вас часть негатива на себя и таким образом почистила вас. Утром содержимое банки нужно вылить в канализацию, а банку лучше выбросить. Или очень-очень-очень хорошо промыть солью, а затем простерилизовать. Люся, этими способами мы определяем блокировку или снимаем. Этими способами мы определяем, есть ли у нас блокировка энергии, есть ли у нас негативная энергия, есть ли блокировка. Следующий момент. Что еще нам помогает обрести и сохранить здоровье, друзья мои? Ну, конечно, наши любимые мантры. Тоже смотрите как. Вы знаете, я недавно, я когда, недавно, по-моему, услышала передачу, говорили об одной известной артистке, и вот ей тоже порекомендовали почистить, но она говорит, мы целую кассету яиц разбили. Вот целую кассету добили до тех пор, пока яйцо не осталось оставаться чистым и свежим. Поэтому тоже, как часто разбивать, вы смотрите по самочувствию, вы смотрите, то есть, если у вас яйцо темнеет, если у вас вот вытягивает он энергию, делайте до тех пор, пока яйцо у вас не будет оставаться неизменным. Можно в стакан, можно в банку. Как часто делать с яйцом? Опять же, не, зачем, с водой, Людмила, в банку с водой, в банку с водой мы опускаем, очень осторожненько, чтобы не разбился желток. В банку с водой. В банку с водой, все, вопросов больше пока нет, да? Хорошо. Так, следующий момент. Значит, мантры для здоровья, друзья мои. Да просто подержите несколько секунд. Нина, несколько секунд. Вот подержали, поднесли, понимаете, к темечку, к колбу, подержали по несколько секунд, все, пронесли, все, и поставьте у изголовья кровати. И смотрите, баночку полную, вот взяли вы полуитровую баночку, налили туда водички, разбили туда яйцо и поставили. Ночь, Нина, сколько держать? Секунды, а так, несколько секунд вернее, а так, лучше можно поставить на ночь. Итак, первая мантра у нас для здоровья, всем она нам с вами хорошо известна, многие ее знают, многие ее читают. Это это очень сильная исцеляющая мантра, ее силы, друзья мои, просто нельзя, нельзя недооценивать. Когда вы ее практикуете, очень полезно представлять, как рассасывается, растворяется и уходит болезнь. Понимаете, друзья мои, подключайте, пожалуйста, визуализацию, афирмацию говорите, визуализацию, что-то делайте, упражнения визуализируйте, мантры, пожалуйста, тоже читайте, представляйте себе это. Нет, 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 Алена, чакру копчика, это просто низу, чуть ниже лобка. Это все спереди делаем, сзади неудобно и делать этого не нужно. Эту мантру вы можете читать и для восстановления здоровья другого человека, и для восстановления другого человека, только перед чтением правильно проговорите свое намерение. Например, намерение ваше может звучать таким образом, все заслуги от чтения этой мантры посвящаю исцелению, допустим, там мамы или другого человека, то есть обязательно назовите и восстановлению его здоровья. Если для себя, то, пожалуйста, читайте, проговаривайте намерение. Все заслуги от чтения этой мантры посвящаю собственному исцелению и так далее. Вы можете подкрепить даже результаты от прочтения этой мантры, если поставите рядом стакан воды. А после прочтения, то есть вы же понимаете, что вода очень сильный, энергоинформационный носитель, когда вы прочитали мантру, вода записала все, что вы прочитали, после прочтения подуйте на нее и выпейте. При этом представляете, как вот прямо благостная энергия этой мантры, благостная энергия здоровья наполняет все ваше тело. И опять же в этот момент думайте, что вы пьете лексир здоровья, молодости, долголетия. Также во время прочтения мантры вы можете положить рядом с собой лекарства, витамины, препараты, пищевые добавки, которые вы принимаете. И проделывайте с ними то же самое. То есть используйте вот эту силу, вот эту мощь, вот эту помощь этой мантры, когда вы произносите, если вы любите мантры. Действительно ли, что те люди, которые бывают матерятся, им нельзя читать мантры, так как может быть обратный результат. Ну, вообще, друзья мои, я вам что хочу сказать. Если человек матерится, если он находится в гуне невежества, то вряд ли он у нас будет стремиться попасть в гуну благости. То есть читать эти мантры. Я вот так думаю. Мы про мантры тоже говорили на прошлом вебинаре. И некоторые, вы знаете, у меня тоже среди моих знакомых были такие люди, которые, в частности, это были женщины, которые, знаете, так для красного словца хоп, и проскочит вот этот какой-то мат. И вроде бы он и не обиден, вроде бы он уж не так звучит, но тем не менее, друзья мои, как только вы произносите, вот извините меня, матерные слова, как только вы начинаете это говорить, это один из учителей мне сказал, из моих. Ну, не только мне, когда мы были на учебе, она говорит, представляете себе, когда вы произносите матерные слова, вот извините меня, я передаю то, что я слышала. Представляете, что вот изо рта как будто бы реки вылазят. И когда вы произносите хорошие, добрые слова, представляете, как будто реченька журчит. Вот помните, как в сказках, да? Ну, а речи говорить, словно реченька журчит. Так вот вы кем хотите быть? Вот такой реченькой? Привлекать к себе хороших людей, менять свою жизнь, привлекать к себе хорошие события, благостные события. Либо мы отдаем предпочтение мату и спускаемся все ниже, ниже, ниже в эту гону невежества. Откуда еще не каждый может подняться? Понимаете? Поэтому вот будьте очень к этому внимательны, Марина. Так, следующий момент. Следующее, что мы с вами еще о чем поговорим. Еще у нас с вами одна мантра, очень мощный, энергетический щит от болезней. Она создает преграду для многих болезней. Те, кто повторяет эту мантру, создают преграду для многих болезней. Она защищает от разрушающего воздействия токсинов, свободных радикалов, старение организма, улучшает обмен веществ, восстанавливает иммунную систему и даже, друзья мои, предотвращает появление и развитие опухолей. Великолепно! Потрясающие мантры! Просто вот повезло тем, кто сегодня присутствует на вебинаре, что вы с этой мантрой познакомитесь. Познакомились уже! Великолепная мантра! Пожалуйста, друзья мои, тоже запишите ее и повторяйте для своего блага. Также эта мантра увеличивает целительную силу лекарственных растений, ароматических масел, фитосборов различных, минералов, кстати, тоже. А еще, я бы сказала, усиливает позитивное воздействие таких процедур, как массаж. Можно начитывать ее 108 раз на воду, на лекарства, на целебное питье, на массажное масло, допустим, которое вы... Читать мантры можно в любое время. В любое время мантры можно читать. Следующий момент. Есть еще, друзья мои, одна мантра, которая открывает все канады на руке, способствующая исцелению. Она будет защищать вас на протяжении всего дня. Звучит она так. Великолепная мантра. Тоже я вам очень ее рекомендую. Пожалуйста, повторяйте, говорите, используйте себе во благо. Эта мантра также защитная, как я уже сказала. Утром прочитайте мантру три раза, держа перед собой открытые ладони. Вот, кстати, давайте вот это упражнение разом мне пришло, как бы вот сейчас мысль пришла, давайте я вам расскажу поподробнее. Значит, смотрите, что можно сделать. Утром прочитайте мантру три раза, держа перед собой открытые ладони. Вы знаете, как вот, вот как чаша будет, да, вы держите перед собой открытые ладони и читаете эту мантру. Затем ладонями погладьте лицо, голову, плечи, руки, тело, ноги. Этим вы создадите сильное энергетическое поле и оно защитит вас от негативных влияний на протяжении всего дня, друзья мои. Супер мантра. Супер мантра. Поэтому, друзья мои, используйте мантры. Если вы их любите, читайте, используйте мантры. Вот я говорю, все, кто сегодня присутствует, просто крупно повезло, потому что такие сакральные, такие мощные, такие стильные мантры, вы узнали и будете использовать. Для тех, кто предпочитает короткие мантры, могут воспользоваться следующие мантры исцеления. Она коротенькая, но обладает удивительным и очень сильным тоже действием. Так, мантра звучит так. Ом слинтхан вантар намаха. Ом слинтхан вантар намаха. Короткая мантра используется для лечения физических проблем. Она активизирует энергию, которая принесет вам необходимый способ для вашего исцеления. Она помогает найти хорошего, компетентного врача или духовную практику. Знаете, скажу больше, она даже способна помогать и исцелять проблемы в отношениях. И также очень хорошо заряжать этой мантрой воду или лекарства, которые вы принимаете. Лекарства, добавки, все, что мы с вами проговорили. Все, что мы с вами поговорили. Но я думаю, что вы уже записали. Так, друзья мои, все хорошо. Мантры классные, мантры отличные, супер мантры. Но в чтении этих мантр есть некоторые тонкие моменты. Во-первых, во-первых, читая мантру, концентрируйтесь на конечном результате. На конечном результате. А не представляйте процесс лечения. Не ограничивайте Вселенную. Позвольте Вселенной, миру самой обо всем позаботиться. И второе, перед прочтением мантры обязательно проговорите ваше намерение. Обязательно проговорите ваше намерение. Оно может звучать так. Я произношу эту мантру, чтобы призывать целительную энергию к себе и избавиться от болезни. И называйте ее название, так скажем. Ее имя. Ее название. Так, а можно мне мантру читать для здоровья близко? Можно. Можно. Елена, можно читать мантру. Я уже сказала, мы первую мантру Будды медицины читаем. Пожалуйста, проговаривайте намерение, что заслуги. От этой мантры я посвящаю там исцелению такого-то человека и проговаривайте. Во время членной мантры нужно вспоминать, представлять. Не свою болезнь представлять, а как она растворяется, как она уходит эта болезнь. Следующее, что я хотела вам сказать. Можно и нужно читать молитвы о здоровье. Помимо мантры читайте молитвы о здоровье. Можно читать известные вам и обращенные к Николаю Чудотворцу и к Матроне. А можно прекрасные молитвы, которые созданы Джозефом Мертвым. Ведь, собственно говоря, они помогли уже тысячам людей по всему миру. Их рекомендуется проговаривать, читать, писать, при болезни, допустим, депрессии. Вы можете читать точно так же, как мантры за себя или за любого другого человека. Наилучший эффект достигается, если читать эти молитвы сразу после пробуждения или прямо перед сном. А также, что можно еще сделать? Вы можете написать от руки молитву и положить этот листочек под подушку. И еще такая фишечка, друзья мои, еще один такой очень тонкий момент. Я хочу, чтобы вы его знали. зная позитивное мышление и о том, как слова могут влиять на нас, на наше здоровье, мы читаем с вами молитвы для здоровья, а не от болезни. Чувствуете разницу? Для здоровья, а не от болезни. Это очень важный момент и это очень важный настрой. Так, дальше, значит, Оксана, скажите, пожалуйста, можно читать мантру после молитвы или лучше в разное время? Ну, как вам удобно? Ну, я бы вот рекомендовала сделать немножко перерыв, потому что, когда вы обращаетесь, вы настраиваетесь на мантру, прочитайте сначала мантру, на Грегор мантру, да, мантру, а потом прошло какое-то время, прочитайте молитву, то есть вы подключаетесь к Грегору молитву. Вот таким вот образом. Так, понятно, друзья мои. Еще раз, дорогие мои, любимые, я акцентирую ваше внимание. Мы читаем мантры, молитвы, аффирмации для здоровья, а не от болезней. Это очень важно. Так вот, значит, первая молитва для здоровья, которую мы с вами можем читать, «Совершенство Бога» находит свое выражение в моем теле. «Очущение полного здоровья наполняет сейчас мое подсознание. Бог создал меня по совершенному образу, и мое подсознание создает теперь мое тело заново». «В полном соответствии с совершенным образом созданным Богом». Вот такая может быть молитва. Молитва может быть такой. «Мое тело было создано бесконечной мудростью моего подсознания, которое может также исцелить и меня. Его мудрость сформировала в стиме органов, тканей, мускулы и кости. Та же самая бесконечная и исцеляющаяся тело внутри меня изменяет сейчас каждый атом моего организма и делает меня снова здоровой и невредимой. Я глубоко благодарна, потому что я знаю, что нахожусь на пути к выздоровлению. Чудесное произведение творческой мудрости, присуще моему подсознанию». Замечательно. Чудесная молитва. Чудесная молитва. Я сама... Все, что я вам говорю, друзья мои, я всем этим пользуюсь сама, причем с привилительным удовольствием. Так, следующий момент. Так, ноги забрались, ну так, там, делайте, скажем, чем помочь, если грозит операция. Друзья мои, ну опять же, понимаете, операция – это вмешательство в организм. Мы не можем с вами давать никакие рекомендации об отмене операции или что-то. Нет. Нет, ни в коем случае нет. То есть, обращаемся к врачам, если это показания профессионалов, если показания по медицинским показателям, все это делаем, все. Но единственное, мы можем себе, опять же, читая мантру медицины, будды медицины, читая мантры об исцелении, которые сейчас только что проговорили, читая молитвы для этого здоровья, то есть, помогаем себе. Понимаете, как ни в коем случае, ни в коем случае, друзья мои, я вас хочу, чтобы вы поняли, мантры молитвы, настрои, афирмации, они не заменят, если уже какая-то серьезная проблема. Нет, конечно, обязательно идем к врачу. Но это все ускорит процесс выздоровления, и выздоровление пройдет без осложнений. Вот это мы четко должны с вами понимать, в это верить, и это действительно таким образом будет. Это я уже сказала, в течение дня, конечно, можно, 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 можно. Раньше, вот, говорили, что мантры можно читать, там тоже с каким-то перерывом. Но вы знаете, опять же, один из моих учителей, она говорит, я постоянно твержу мантры, постоянно, у меня одну проговорила, закончилась, я начинаю вторую, проговорила, я сейчас тоже начала так же делать. То есть, если у меня есть время, стою на остановке, еду в транспорте, стою, где-то что-то делаю, то есть, каждая свободная минута читаю мантры, одна закончилась, читаю другую, закончилась, начинаю третью, пачками сижу, перебираю, чтобы вот, четки с собой не берешь, в транспорте не сижу с четками, но вот пачки все время сижу, перебираю. То же самое касается аффирмаций. Так, следующий момент, следующий момент, вот, еще такой момент, задавали вопрос здесь, вот молитва об исцелении больного человека, то есть, мы и мантры можем читать с другого человека, то есть, проговорим намерение, и молитвы мы с вами тоже можем читать об исцелении больного человека, Звучит она вот таким образом. Отче, благодарю тебя за чудесное исцеление, которое происходит в теле. Называйте имя человека. Я знаю, что Божественное присутствие исцеляет опять имя человека. Его, там ее, ее тело наполняется любовью. Любовь растворяет в теле все чуждое. Иммунитет укрепляется. Бог любит, опять называйте имя, и заботится о нем для ней. Божественная сила, живущая в нем, в ней наполняет ее тело здоровьем. Я направляю мысли полной любви, мира, света и добра на, опять называйте имя, его исцелением руководит Божественная сила любви. Аминь. То есть вот можно читать такую молитву за другого человека. И еще, друзья мои, еще, друзья мои, я вам еще один секрет открою. Самый простой секрет долголетия. Вы с ним сталкиваетесь каждый день по многу раз. Внимание, друзья мои. Это вода. Это вода. Много об этом говорят, много об этом пишут. Кто-то знает, кто-то не знает. Недостаток воды в организме самым прямым образом влияет на наше здоровье. Скорее его отсутствие. То есть отсутствие здоровья. И, конечно, на продолжительность жизни. Вы знаете, что вода основа нашего организма, потому что мы на 85% состоим из воды. Но с возрастом количество воды в нашем организме резко сокращается. Если вы даже вспомните себя ребенком, вот я себя вспоминаю, как мы приходишь с прогулки, бегом там к ведру, быстренько там пить водичку и так далее. То есть они чувствуют эту жажду. А чувство жажды и чувство голода, оно по ощущениям одинаково. И когда наш организм просит воду, мы пытаемся с вами перекусывать. Представляете, что мы делаем? А отсюда, что лишние килограммы. Так вот, вы попробуйте, вместо того, когда вы захотели перекусить, попробуйте выпить стаканчик воды. Очень скоро вы научитесь распознавать, что требует ваш организм. Либо еду, либо воду. И чаще всего это будет водичка. То есть он настолько будет благодарен вам, он обязательно вам отплатит очень хорошим здоровьем. Так, что же нам делать? Да, вот я сказала про, не сказала еще, что количество воды сокращается, и это приводит к раздогущению крови. Отсюда давление, может там все прочее такое, да. Крови, лимфы, головные боли. Кстати, боли в суставах, это тоже нехватка воды. Головные боли, это тоже нехватка воды. Сухая кожа, это тоже нехватка воды. Мышцы дряблые, тоже нехватка воды. Понимаете, то есть все, чего не коснешься, у нас все может быть нехватка воды. Что же делать? Ответ простой, казалось бы, да, пить воду. Если бы было все так просто, друзья мои, тогда зачем было проводить вебинар? Но мы-то с вами волшебники, и мы-то с вами теперь должны знать, как, когда и какую воду пить полезно. И сейчас мы с вами об этом поговорим. Во-первых, мы уже с вами сказали, что давно всем известно, вода записывает любую информацию, и плохую, и хорошую. Ругаетесь возле нее, запишет негатив. Музыку хорошую слушаете, или водичке даете послушать, или говорите ей слова о любви, и водичка запишет позитив. Так вот, я предлагаю, дорогие мои, взять это правило себе на заметку, и пить только позитивно заряженную воду. Потому что именно такая вода полезна для здоровья. Перед тем, как выпить стакан воды, проговорите над ней какую-либо аффирмацию, мантру, молитву, и только после этого выпивайте. Все это структурирует молекулы воды, и наш организм с радостью такую водичку примет. Я ни одного стакана уже много-много лет, ни одного стакана воды не выпиваю бездумно. Обязательно прочту молитву. А когда пью, мысленно повторяю. Я пью эликсир здоровья, молодости и долголетия. То есть, с каждым глотком прочитала молитву, глотаю и повторяю мысленно про себя. Я пью эликсир здоровья, молодости и долголетия. Если я в ней дома, если захотела выпить воды, а рядом люди, и молитву, может быть, читать нет времени, или не совсем удобно, сказать вот там что-то, да, ну, разные ситуации бывают, я просто шепчу, Господи, очисти, освети, и повторяю слова. Точно так же, да? Либо я пью эликсир здоровья, молодости и долголетия, или повторяю просто вот слова настроя. Сила жизни вливается в мое тело, как бурная река, она оживляет каждую клеточку моего организма, обновляет меня и дает мне невиданную силу и мощь. Мои энергетические ресурсы неисчерпаемы. Вот представляете, друзья мои, если после таких слов вы выпьете водичку, чем будет наполняться ваш организм? Второй момент. Сейчас я договорю о воде, а потом я уже буду отвечать на вопросы. Так, все, давайте я договорю потом на вопросы. Так, второй момент. Старайтесь пить воду теплой. Почему? Потому что холодный желудок не пропустит напрямую, он будет ее подогревать. А китайцы считают, что подогрев воды и другой пищи в желудке происходит за счет энергии почек. Поэтому категорически не советую есть и пить холодную пищу. Потому как энергию почек нам с вами нужно беречь и приумножать, а не тратить понапрасну. Причем нашему организму нужна вода и только вода. Друзья мои, ни чай, ни кофе, никакие травяные настои, компоты ее не заменят. Потому что для их расщепления уже нужны пищеварительные ферменты. Поэтому только вода, чистая вода. И еще один важный момент, третий момент. В желудке в момент поступления воды не должен идти пищеварительный процесс. Очень важно. То есть не стоит, как вы покушали, после приема пищи, сразу запивать, сразу пить воду. Иначе всю воду мудрый организм направит на разбавление пищеварительных ферментов. А не пропустит кишечник. Для нас с вами это очень важно. Поэтому очень благоприятно выпивать стакан воды утром натощак. Можно 2-3 стакана. Это поможет смыть токсины, подготовить желудочно-кишечный тракт к работе. И в течение дня можно пить за полчаса до еды и через час после еды. А правильная работа желудочно-кишечного тракта это залог усвоения чего? Всех питательных веществ и долгой здоровой жизни, друзья мои. Вот и весь секрет долголетия. Согласно тибетской медицине, вода благотворно влияет на нервную систему, позволяет уменьшить тревогу, депрессию, снять стресс. Причем, знаете, известный рецепт, есть известный рецепт после стрессовой ситуации выпить маленькими глоточками стакан горячей воды. И вам сразу же станет существенно легче. И организм просто растворит стресс без вреда для себя. И еще хочу обратить ваше внимание, что у тех, кто с утра пьет горячую воду, очень мало морщин, друзья мои. Возьмите себе на заметочку. Так. Кофе над чаем. Кофе, чай. Вот то, что мы сейчас с вами уже проговорили, все-таки, я считаю, можно читать. Можно читать. Я не могу только вам сказать четко, что будет польза такая же, как от воды. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но вы прочитали, все хорошо, все классненько. Мы сказали, что и для кофе, и для чая нам нужны пищеварительные аферменты. А водичку сразу в желудок пропускает в кишечник. Поэтому лучше всего все-таки воду не заменять ни чаем, ни кофе. Нужно ли воду кипятить или просто подогревать талую воду? Можно подогревать талую воду. Можно пить из хорошего качественного фильтра. Кипяченая вода, она же теряет свою структуру, то есть это уже не то. И, ну, друзья мои, есть такие моменты, вы знаете, попадаются такие люди, которые не могут пить сырую воду. Тогда, конечно же, кипятить. Но я что делаю? Я вот утром, чтобы выпить стакан горячей воды, я просто подогреваю водичку. Я не довожу ее до кипения, я просто ее подогреваю. Про запись ничего не могу сказать, друзья мои, пока не знаю. Кипяченая вода мертвая. Да, совершенно верно, Светлана. Совершенно верно, я с вами согласна. Абсолютно правильно. Ну, если вы кипятите, а потом структурируете, потом замораживаете, скорее всего, наверное, вы ее людьми. То есть, если мы с вами воду заморозили в холодильнике, то вода структурируется. И уже талая вода, она будет структурированная. Что такое теплая вода? Ну, просто подогреваю немножко там, чтобы она не была холодной. Так, можно сказать, ставить на ночь с иероглифом? Конечно, можно. Можно. Конечно, можно. Конечно. Конечно, можно. Можете у графин, можете у графин на любое слово написать, приклеить написанным словом графину. Можете стакан ставить, можете баночку ставить на записанное слово. Любовь, здоровье. Либо это будет иероглиф. Конечно, друзья мои, все это можно. Все это можно, дорогие мои. Так, ну что, теперь мы с вами, друзья, подошли еще к одному достаточно интересному моменту Очень интересный момент, и я вам тоже скажу, крупно повезло тем, кто сегодня присутствует здесь на вебинаре Почему повезло? Объясняю Как говорится, пользуясь случаем, спешу сообщить вам И еще раз повторяю, что вы знаете об этом первыми Мы планируем провести супер вебинар И я вас с радостью на этот вебинар приглашаю, друзья мои Что вы на этом вебинаре узнаете? Сила, здоровье и долголетие, Селина Амарян Что вы узнаете? Вы познакомитесь с одной волшебной техникой, используя которую, вы сможете создать свой сакральный знак, свою личную сигилу Вы узнаете, как это поможет вам привести в движение нужную энергию Зная эту технику, вы можете создавать все, что вам нужно сегодня Молодость, красота, любовь, здоровье, деньги, успех и так далее Вы узнаете о мощном символе исцеления, имея который, ваше здоровье всегда будет под контролем и не покинет вас Вы узнаете упражнения для омоложения, которые я сама очень люблю и, конечно, поделюсь с вами Вы узнаете легкие способы получения энергии из окружающей среды, у природы Вы узнаете, как с помощью собственных рук мы можем укрепить здоровье, продлить молодость, преодолеть усталость, улучшить настроение Вы овладеете искусством волшебного массажа для восстановления жизненной энергии И все вместе мы, все участники этой встречи, сделаем его прямо в эфире, не отходя от монитора компьютера Все это позволит вам хорошо себя чувствовать, выглядеть великолепно, быть уверенными и получать удовольствие и радость от жизни Вы можете выбрать уровень Голд или уровень ВИП Для уровня ВИП, помимо того, что я уже только что сейчас сказала, вы познакомитесь с тремя стакральными, очень сильными мантрами Вы узнаете, как и сколько раз читать эту мантру, чтобы выходить победителем во всех ситуациях Читая эту мантру, улучшится ваше здоровье, ваша удача возрастет сотни раз Поток денег к вам никогда не иссякнет Люди будут относиться к вам как к близкому и родному человеку У вас будет могущественная защита от всех бед и во всех делах Мы сегодня уже с вами упомянули, что тяжелое заболевание... нет, не упомянули, но вот скажу сейчас Что тяжелое заболевание – это признак плохой кармы Это результат прошлой жизни Так вот вы познакомитесь с сакральной, очень мощной мантрой И если вы будете читать ее хотя бы один раз в день, друзья мои Вы больше никогда не родитесь в низших мирах Также никогда не будете проходить учения плохой кармы И еще одна мантра Считается, если человек встречается с этой мантрой, это значит, он перерабатывает всю плохую карму в кучу драгоценностей Вы узнаете, как с помощью этой мантры можно получить высокое благословение и излечиться Вы познакомитесь и сразу сможете применять на практике древний женский заговор для красоты Наговаривая его на крем и на воду Вы познакомитесь с двумя мощнейшими ритуалами, выполняя которые вы сможете вернуть себе удачу А также, если вы что-то потеряли, либо здоровье, репутацию, доброе имя и так далее Возможно, для вип-уровня мы проведем дополнительный вебинар или запишем дополнительный видеоурок То есть это сейчас пока еще решается И еще, друзья мои, еще, друзья мои Всем участникам встречи мы приготовили приятный бонус Но какой пока оставим это в секрете Пусть это будет нашим сюрпризом Приходите, друзья мои Приходите, будет очень интересно Так, что еще в заключении я вам хочу сказать Помните, друзья мои Энергия пронизывает мир вокруг нас И нужно лишь научиться получать эту энергию Питаться и насыщаться ею Чем больше вы будете размышлять над этим Читать литературу Практиковать любые методы и системы оздоровления Стремиться к совершенству Тем больше будет ваша внутренняя сила Тем ярче будут гореть ваши глазки Тем увереннее и красивые, милые мои, вы будете Да пребудет с вами здоровье, молодость и красота С добром и любовью Ирина Амарян И до встречи на следующем вебинаре Я вас приглашаю и жду, друзья мои Спасибо, друзья мои Спасибо, что вы были с нами сегодня в этот вечер Что вы нас слушали Спасибо большое, друзья, вам Я очень рада нашей с вами встрече Я думаю, что скоро состоится следующее Всего доброго До новых встреч, дорогие мои